Друзья, привет! Очередной репортаж от компании прокатист.ру и небольшой обзор от нас же по алюминиевой лодке производитель из города Санкт-Петербург Беркут Марин. Беркут Марин достаточно известный старый верфь по производству алюминиевых лодок существует более десяти лет и является одним из известнейших и изгнаваемых вообще брендов россии значит на сегодняшнем обзоре у нас представлена лодка модели м конфигурация twin консоль двухконсольная почему же сегодня на обзор попала эта лодка она очень нарядно она очень классная у компании беркут одна из самых лучших покрасок который мы сегодня хотели показать правильное соотношение цветовой гаммы например в этой лодке представлен темный верх оранжевый низ драйвового интересная лодка алюминий здесь 583 модель морской серии толщина борта и толщина днища соответственно по 3 миллиметра остекление каленое стекло приклеена безо всевозможных резинных вставочек покраска порошковая можно здесь рассмотреть как раз насколько герметично швы у остекления сожалению производитель здесь не указано в общем то это неважно то что мы знаем что стекло хорошие не царапается можно поставить данное место стеклоочистители как на водительскую консоль так и на пассажирскую длина это лодки 490 максимальная мощность двигателя здесь 70 лошадиных сил габаритная ширина метр девяносто на лодке штатно установлен топливный бак объемом 65 литров на лодке штатно установлено рулевое колесо стандартная комплектация значит ходовые огни плотиковый огонь горн это отдельные деньги соответственно рейлинговое оборудование поперечные как в носовой части так и в кормовой стандартной комплектации лодки стоимостью 360 тысяч рублей включает в себя покраску одним цветом есть память не изменяет а такой сероватый цвет за 25-27 тысяч рублей можно получить вот такую прекрасную цветовую гамму либо какую-то другую там серо-черный серо-красная синие желтые в общем то все симпатичные цвета которые опять же представлены на различных наших обзорах различных обзорах компании berg marine что еще у нас тут интересного мягкой мебель сейчас мы залезем в лодку как раз посмотрим максимальная скорость под двигателем 60 лошадиных сил достигается порядка 55 километров в час на эту лодку 54 55 под мотором 70 лошадиных сил нам удавалось разгонять эту лодку до скорости 60 62 километра в час очень неплохие результаты с учетом того что килеватость на этой лодке аж на 18 градусов на транс это очень хороший показатель лодка идет очень мягкая не самая скоростная лодка скажем среди конкурентов среди одноклассников но она идет очень комфортно по по короткой рубленой волне это очень здорово это хороший показатель брызгозащита здесь отлично сделано корпус имеет зиговку 34 даже ряда зиговки вот днища ровная ярко выраженный скуловой соответственно придан и пара продольных ряда нов раз на днище очень интересно классный лодка ну и в общем-то по борту идет обклейка фирменная обклейка внешне пленка ракал такой вот классный изобретенный дизайнерской вещи виде рисунок очень симпатично всем нам нравится на плашере в корме установлен длина горловина по определенной традиции дань моды и на самом деле компания беркут одна из первых начала применять здесь установлен сразу вентиляции топливного бака то есть отдельных никаких вентилирующих там отверстий нет не написано даже газ соответствует топливу здесь установлен у нас на транса кормовой огонь тропик стандартная вот здесь вот как раз резиночка стукается это здесь ребята надо будет доработать эту модель в общем-то либо там что-то наклеить либо уголочек какой-то резиновый сделать аккуратненько чтобы как раз было более комфортно все это дело складывается ничего не мешает на транса стандартная площадка под датчик эхолота сливные отверстия сам отливного рецесса площадка из алюминий соответственно чечевицу нескользящие покрытия лодку нас выпущена как раз 2017 год максимальная мощность двигателя 70 лошадиных сил максимальная скорость конструктор как раз 60 километров в час ну в общем-то все честно никто никого не обманывает и классно порошковая окраска очень здорово на данной лодке у нас установлен двигатель mercury 60 лошадиных сил литровый это наверное бестселлер 2017 году как по цене так и по мощности и наверное один из самых лучших двигателей по отношению цена-качество на текущий момент в лодке установлен дополнительный транец под моторчик там 5-8 лошадиных сил кто уходит далеко тому это будет актуально сюда можно повесить моторчик как раз короткой ногой такая же в общем-то кормовая площадка на которой удобно стоять привальный брус алюминиевая труба покрашена симпатично функционально в общем-то и надежно используем кранцы для того чтобы не поцарапать плотиковый огонь съемный если не память не изменяет до ход закрыли плотиковый огонь убрали в кокпите есть специальное место для укладки огня так ну что еще носовой части очень интересное место есть подвесла как раз кто любит сетки ставить здесь низкий рейлинг и соответственно включена подвесла ну и якорный рундук можно отсюда рассмотреть вот такая крышка сам отливной все по уму попадающая вода соответственно будет наружу сливаться даже дырочка сварная есть как положено ничего полезли внутрь посмотрим из чего она сделана вперед ну вот мы внутри в кокпите как многие говорят кокпит кокпит но будем сегодня произносить кокпит мы сели в кокпите находимся значит что здесь есть палуба покрыта материалом оридек не скользящая симпатичная значит у нас лодка представлена в комплектации комфорт мягкие накладки с кожзама по периметру кокпита идут кармашки пластиковые с отбортовкой куда можно положить например там какой-то мобильный телефон нигде ничего не улетит баночку пепси колой да все все здорово значит в корме установлен в данной комплектации скажем так просьбе покупателя был установлен transform рундук трансформер называемый fish где боковушки складываются вот так очень удобно это рундук уже наверно года три делается и такая популярная модель если не память не изменяет в районе опять же тысяч 13 он там не 14 стоит сейчас соответственно здесь внутри места много аэратор здесь организовать нельзя хотя можно было бы вот новую вещь какие-то сложить кранцы жилеты полы вот каждая такая спинка подъемный выдерживает 120 килограмм живого веса ее можно нормально абсолютно ловить место соответственно добавляет что еще хотелось бы отметить на самом деле почему-то в данной лодке скажем так корма открыта и хотелось бы наверное поставить сюда что-то типа какой-то фальш стенки потому что я думаю что при резком газе сюда будут улетать всевозможные рыболовной коробки вещи и прочее и наверное потом это будет очень тяжело достать но зато удобно обслуживать фильтр сепаратор который идет стандартной комплектации и аккумулятор который скрыт с глаз долой в этом месте сейчас мы покажем с размыкателем массы но вот к сожалению я думаю что все это будет улетать назад здесь надо что-то самому допилить или в сервисе у нас или у другого дилера будет более комфортно удобно нормально спинка достаточно высокая можно кататься фирменное сидение в носовой части центральная часть у нас фирменные сидения которые вот так вот делают красиво и на них можно чуть-чуть привстать и передвигаться опять же таки это комфортно значит на лодке установлен комплектации комфорт слайдер который сдвигает это сидение вперед-назад тем самым можно подвинуться сесть на удобное положение перчаточный ящик достаточно большой массивный до резиночку здесь тоже ребята не положили в общем то я думаю что можно проклеить такой же не с козячкой чтобы ничего не скакала не гремела вот но закрывается зато на замочках очень нету некоторых производителей посадка комфортно и стекло высоко закрывает однозначно это выше меня и осенью и зимой даже холодно не будет сто процентов здесь очень много места проход на нос сейчас мы откроем покажем перейдем к месту пилота значит штурвал рулевой фирменная наклейка беркут симпатичный как всегда кнопки управления ходовой огонь водоотливная помпа стояночный огонь горн тахометр trim different указатель топливного бака стандартное месте располагается пульт дистанционного управления в данном случае опять же таки mercury ключ зажигания специальной площадке розетка прикуриватель установлена я смотрю все винтики очень грамотно закрыты заглушками у нас например от того же самого ходового огня все закрыто на заглушке очень симпатично наверное надо присесть сейчас мы посмотрим с другого ракурса но здесь видно в принципе место пилота опять же поверху ничего не будет задувать можно поставить стеклоочиститель с помощью слайдера можно подвинуться что вперед что назад в общем то достаточно комфортно управлять полочка для всевозможных мелких вещей вдоль бортов идет удобно место лишнее не теряется а используется с умом что-то опять же таки можно положить наверное даже спинги я думаю что здесь метров 80 метров 80 здесь наверное влезут спиннинги то есть в общем то место самое но между консолями мягкие накладки опять же от комплектации комфорт для того чтобы вас алюминий не торчал перейдем в носовой носовую часть очень хитрое решение так как здесь достаточно мощная рамка окрашена и стекло калёное у нас открытие дверцы будет происходить с наружной части снимаем тентик носовой тент как шторку здесь идет упор под дверь надеюсь вот так вот шторка еще плюс ко всему ну в общем то мороз кстати на улице такой наверно плюс 2 может быть мтс снимается достаточно легко соответственно материал не дубеет я думаю наверное нам этого хватит значит в носовой части у нас также организованы рундучки всевозможные кармашки в борту да кстати хотелось бы отметить что все борта в это лодки запенены и дно точно запенена значит здесь нет сама отливного носовой палубы сам отливной вся вода уходит в дно и откачивается достаточно производительный стандартный путь помпой водоотливной производительность у нее здесь полторы тысячи галлонов в час соответственно это порядка там 100 литров 150 литров в минуту а значит в консолях сделаны такие рундучки покрашены в один тонн вместе со всей тематикой то есть оранжевая оранжевая и сюда можно что-то положить приманки если мы память не изменяет опять же вроде это как стандартные какие-то коробочки сюда влезают под приманки здесь на левой консоли у нас идет такая надстройка сюда можно вешать блесенки это опять же таки фирменный стиль компании беркут вешаются блесенки нигде ничего не валяется под ногами мягкие накладки по периметру соответственно у нас мягенькие накладки идут по периметру носовая палуба у нас сделаны также из море дека и под и носовой части опять же таки рундук сюда поместили как раз стандартная комплектация которая идет бачок от mercury 60 топливный бак вот место здесь очень много в общем то ну как видно бак залезать стоят стоят газлифты в общем-то такие мебельные ну и свои задачи справляются крышка крышка крепко нормально выдержит даже это можно будет на ней прыгать наверное все здорово вот максимальный пассажиров вместимость данной лодки 5 человек максимальная грузоподъемность 500 килограмм вес лодки этой 350 килограмм дверь массивная с с неким утеплителем с некой резиночкой который позволяет мягко и закрываться все нигде ничего ветрозащита хорошая значит опять же повторимся стандартной комплектации стоит 350 тысяч 350 360 тысяч рублей комфорт комплектация комфорту такая начинается от 400 тысяч рублей и в этой комплектации есть практически все все что нужно для лодки лодка запенена лодка сделан из алюминия морского сплав 50 83 дно 3 миллиметра борт 3 миллиметра максимальная мощность двигателя 70 лошадиных сил встроенный топливный бак на 65 литров по скоростным характеристикам и вам уже все рассказали ну наверное все в общем то про эту лодку наверное сказать даже и нечего очень хорошая по нашей практике люди ходят достаточно много на таких катерах краска держится очень хорошо опять же потому что порошковый окрас подписывайтесь на наш канал ставьте лайки пишите чтобы вы еще хотели посмотреть комментируйте критикуйте конструктивно критикуйте нам это все интересно будем вам отвечать на нашем канале активность у нас интересная данные лодки вы можете приобрести у нас компания прокатись . ru город москва мкад 14 километров у нас эти лодки стоят всегда в наличии можно приехать выбрать посидеть мы вам это соберем запустим скинем на воду покатаетесь и ощутите всю прелесть от владения лодки берк комфорт и удобство всем пока удачи встретимся на воде до новых встреч и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин